Признайтесь честно, большинство из вас ждало 11.11 ради одной из двух вещей. Это либо распродажа на Алиэкспресс, либо же выход игры PUBG New Sheet. И вот второе как раз таки является темой сегодняшнего видео. Я поиграл в New Sheet и, что я могу сказать, с технической точки зрения всё в принципе неплохо. Игра, по крайней мере, на моём устройстве с 845 Snapdragon идёт на экстремальных настройках, графики, которые на самом деле выглядят не так уж экстремально, как заявлено. Но, тем не менее, никаких просадок FPS я не заметил. Всё идёт гладко, стабильно и без багов и лагов. Правда, играл я не так много, не так долго, возможно, я ошибаюсь. По крайней мере, в Google Play можно найти множество отзывов о том, что игра лагает, игра плохо оптимизирована, и причём даже плохо идёт у кого-то на 865. Но, наверное, виной всему троттлинг, и всё-таки всё конкретно зависит от вашего устройства, на котором вы играете, и насколько качественно в нём сделано охлаждение. В плане графики, как я и сказал, игрушка выглядит довольно-таки средненько, даже, наверное, слабенько. Всё-таки я ожидал от New Sheet более качественной графики в плане визуала, а всё-таки игрушка выглядит мыльненько. Единственное, наверное, за что многие хвалят игру, это за анимацию ткани, в том числе парашюта. Когда вы спускаетесь, анимация просто, так сказать, работает по физике, и это действительно впечатляет и является, наверное, большим и жирным плюсом игры. Но на этом, в принципе, плюсы заканчиваются. Вы, наверное, спросите, почему я так говорю. Да потому что это, в принципе, тот же самый PUBG, и ничего революционно нового какого-то в эту игру не привнесено. Да, изменён сеттинг, теперь мы играем в будущем, в 2051 году, но кому какая разница? И вот сейчас я хочу задать вам один простой вопрос, на который вы мне, пожалуйста, ответьте в комментариях. Почему все бы гуртят, когда какой-нибудь другой разработчик делает королевскую битву, и все говорят, фу, PUBG лучше и так далее? Хотя, по сути, может быть, это и не совсем так. Но когда разработчик PUBG, тот же Крафтон, о котором мы ещё поговорим, выпускает точно такую же игру, которую он уже делал, но в слегка изменённом сеттинге, так все, вау, вот это вот крутая игра, будем в неё играть. Почему так происходит? Ведь, по сути, это одно и то же. Почему вы ругаете других разработчиков и издателей за то, что они выпускают, так сказать, клон игры, даже назовём это так, но когда сам разработчик выпускает клон своей же игры, то это всё окей, никаких проблем и претензий у нас нет, ребята. По сути, Крафтон сделал свой новый PUBG New Sheet ради того, чтобы получать деньги в одну харю, потому что PUBG они делали вместе с Tencent, и, соответственно, там прибыль у них делится. Теперь же Крафтон поднакопила сил, поднакопила опыта и решила, так сказать, кинуть китайского гиганта и уже загребать деньги в одну харю, так сказать. И вот, собственно, так вот и родился New State, который, в принципе, как я сказал, с технической точки зрения абсолютно-таки неплох. Я, конечно, рад, что это не какой-то там казуальный шутер и всё-таки полноценная, мощная игра на телефоны, но, тем не менее, скармливать нам одну и ту же игру под предлогом новой это довольно странно и довольно-таки жёстко. Почему я так считаю? Да, потому что, как я уже сказал, всё дело в деньгах и всё дело в капитализме. Как же он мне уже надоел и как же он меня уже достал. Да, хорошо, теперь Крафтон будет, так сказать, загребать все деньги себе. Но вот, смотрите, существуют миллионы игроков, которые играли в PUBG, покупали там различные скины и так далее. И теперь, соответственно, если они хотят перейти в новую игру, то скинов у них этих не будет. То есть им необходимо будет снова с нуля всё покупать и так далее. И вот это вот на самом деле очень, наверное, обидно для игроков. И, наверное, многие из-за этого даже не захотят переходить в новый PUBG. Хотя, кто его знает, может быть, я и ошибаюсь. Но присутствующие в игре предложения уже как бы нам намекают. Там присутствуют различные розовые костюмы, костюмы с блёсками и так далее, которые многие, кстати, хейтят и не любят. Я, в принципе, против этого ничего не имею, но я думаю, всё-таки такая более молодая аудитория клюнет на это и, естественно, сделает львиную долю прибыли разработчикам PUBG New State. Лично я не буду играть в PUBG New State. Я удалю игру прямо сейчас, после того, как закончу делать этот ролик. И также рекомендую поступить всем остальным. И, возможно, другие игроки, которые всё-таки останутся играть в эту игру, скажут нам огромное спасибо, потому что мы разгрузим сервера и тем самым дадим возможность поиграть тем, кто ещё не успел этого сделать. Потому что сегодня из-за наплыва игроков сервера перегружены и, соответственно, из-за этого возникают проблемы при подключении и поиске игроков. Поэтому в качестве благодарности можете мне даже лайк под видео поставить. Сегодня, кстати, отключили счётчик дизлайков на Ютубе, поэтому, что бы вы там ни думали, ставили бы мне дизлайки или нет, это никак не отразится на моём мнении и на статистике моего видео. Так что всем удачи и не играйте в PUBG New Sheet. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!